Здравствуйте! Вы смотрите программу «По существу». Меня зовут Татьяна Молокова. Сегодня у нас важная политическая тема, которая нисходит уже несколько месяцев с экранов российских телевизоров. Сегодня у нас в гостях заместитель председателя Севастопольского Чувашского национально-культурного общества Владимир Мочилов. Владимир, здравствуйте! Здравствуйте! Владимир, вы когда приехали к нам в Чувашию? Я несколько дней назад появился здесь. Но сейчас я хотел бы зрителей немножечко послушать. Буквально на минуту. Это у нас... Вы не ошиблись. Это гимн Севастополя. Вот. Ровно в 6 часов утра жители Севастополя просыпаются под звуки этого гимна. 22 июня 1941 года город проснулся в 3 часа 15 минут от воя немецких бомбардировщиков. Немецкие бомбардировщики сбрасывали мины и пытались закрыть бухту, загородить, чтобы Черноморский флот не вышел. И его там уничтожить. Несколько мин промахнулось и упали на город. Город еще спал. Россия спала в СССР. А в Севастополе пролилась первая кровь. Прошло немногим более 70 лет. И нацизм по 5 у наших ворот. То есть вы в Севастополе, в Крыму. Оцениваете сейчас ситуацию, которая складывается на Украине, как фашизм, как нацизм? Да. Мы следили событиями, как разворачивались в Киеве. Но мы не предполагали, что дело пойдет таким путем, что к власти придут нацисты. Это страшно. Мы были в растерянности. Но дело в том, что когда каналы не показывали то, что происходит на самом деле там. Но наши ребята ведь были там. То есть Беркут, который наш в Севастопольске отправлялся туда, оставались и семьи. Мы постоянно перезванивались. И мы знали, что ситуация совершенно другая, чем рассказывает. Ситуация накалялась, накалялась. И когда уже полилась кровь, и когда уже люди, которые пришли, если это можно назвать людьми, сказали, что нужно уничтожать русских, запретить в первую очередь русский язык и так далее, когда пошли призывы к насилию, мы тогда задумались, и уже у нас не было другого выхода, как начинать действовать. 23 февраля мы вышли на митинг, чтобы выразить свое несогласие, свое несогласие с той политикой тех людей, которые пришли к власти. Незаконно пришли. Да, Севастополь и Крым, мы были недовольны политикой, проводимой Януковичем, потому что мы это видели, находясь дома, у себя. Когда незаконно забирались участки, прямо на побережье, которое находится в зоне, которая подназначена для отдыха, жителей. Мы видели прекрасно эти дорогущие яхты сыновей, родственников, знакомых Януковича. Поэтому народ был против, конечно, нужно было менять, но мы ждали, что эта смена власти произойдет законным путем. То есть через год были бы выборы, мы бы проголосовали за того лидера, который бы обнародовал свою программу, но, к сожалению, все пошло совершенно по-другому. То есть то, что произошло, это, в принципе, идет вразрез с мнением жителей Крыма, с мнением жителей Севастополя. Да, то есть было совершенно... Я говорю, в первую очередь это был шок. Сначала это был шок. И потом, когда народ вышел на митинг, вышло более 30 тысяч жителей, так вот как бы сказали, более 30 тысяч жителей, и тогда прозвучали слова «Вставай, страна огромная». Я так понимаю, что сейчас то, что происходит вот в Крыму, то, что происходит в Севастополе, когда люди не согласны с новой властью, которая сейчас в Киеве обосновалась, и появилась такая программа, появилась такая мысль, что будет референдум 16 марта. Вот как народ относится к этой идее отделения от Украины, присоединения к России вообще, что это действительно будет, если действительно народ проголосует за? Как люди относятся к референдуму? Вопрос к референдуму был назначен, вы помните, потом был перенос. Начало на конец месяца, потом решили перенести пораньше. Пораньше, да, потому что начала скапливаться напряженность, напряженность и провокационная. То есть вот мы чувствовали, что западные источники тоже информации, началось нагнетение истерии. В то же время с крымскими татарами, с крымскими татарами тоже начались вопросы, то есть такого типа, расколоть, столкнуть две национальности. Крым, как я сказал, это многоациональное государство, автономия, и мы всегда жили в мире. То есть у нас никогда не возникали вопросов, если крымские татары что-то там как бы были немножко в обиде за прошлые огрехи 37-44 года по переселению в Казахстан. То есть они имели к прошлому, ни к русским, ни конкретно, ни к украинцам никаких таких выраженных претензий. То есть это... Но в глубине души у них вот такая вот обида. И используя вот эти, так сказать, вот такую обиду, начались провокационные высказывания разнообразные. Поэтому мы это немножечко, конечно, ощущали. И в связи с переносом референдума сейчас через несколько дней у народа Крыма и Севастополя, я именно разграничаю Крыма и Севастополя как два субъекта, будет, возможно, будет все-таки право выразить свое личное мнение, как жить дальше. Просто как жить. Крыму люди хотят в Россию? Вот опять вопрос. У нас раньше вообще не стоял вопрос, куда, в Россию. понимаете, или оставаться. То есть это... Возникли вопросы по ходу, когда шла, продолжалась вот эта власть, власть хунты, фактически хунты, которая с каждым днем все наглела, наглела, довела до кровопролития в Киеве. И когда вернулись наши беркутовцы, вы представляете, что беркутовцы, которые выполняли свой приказ, приказ не стреляют. То есть мы знаем гораздо больше информации, потому что ребята не могут врать, когда они приезжают и рассказывают. И многие семьи, которые остались там, они начали испытывать уже фактически наезд, вот я такое слово даже назову, на семьи, на детей, то есть угрозы, понимаете, под дулами автоматов. Вот мы знаем, что депутаты подписывали вот эти антиконституционные законы под дулами автоматов буквально. поэтому идти в такую страну, идти в такую страну у нас не было выбора. Вот, если бы нам дали выбор сделать федерацию, но с кем решать-то, с кем, совершенно не с кем решать. Севастополь выбор сделал сразу. Вот, 90% этом грубо даже я могу сказать. Я не слышал, честно говоря, мнение, что в Украине. Это говорят источники, что 90% в Россию по Севастополю идет. Я не слышал обратного мнения Севастополя. По Крыму это вот есть такие вопросы, что нужно делать федерацию там и оставаться все-таки как целостность государства. Но подождите, в каком государстве мы собираемся жить? Дело в том, что если мы остаемся в Украине, значит, русский язык под запретом. Русский язык значит, за разговоры на русском языку там уголовное наказание. Владимир, я знаю, что вы встречались за главой Чувашской республики. Да, сегодня к счастью состоялась встреча. И были обсуждены вопросы именно сотрудничества. И не только как Чувашской диаспоры, поскольку мы представляем Чувашскую диаспору, и сотрудничества и торгового, и экономического. Чтобы не был провален сезон мы сейчас многие вопросы обговорили, в том числе по открытию авиарейса. По открытию авиарейса прямого. Этот вопрос мы давно уже проговаривали. Сейчас бы не случились эти события, возможно, бы уже какие-то документы были подписаны. Спасибо большое, Владимир, что вы к нам пришли в студию. Дай бог мира Крыму, мира Севастополя, мира всем нам, чтобы не случилось войны. И пусть народ решает, как им дальше жить. Спасибо. Спасибо большое за внимание. Напомню, что сегодня у нас в гостях был заместитель председателя Севастопольского Чувашского культурно-национального общества Владимир Мочалов. Я с вами прощаюсь. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин